Существует ли шестиугольник, у которого все величины углов равны, а длины сторон 1, 2, 3, 4, 5, 6? Итак, шестиугольник, у которого все углы сло 20 градусов, а длины сторон 1, 2, 3, 4, 5, 6. Порядок, это, по-моему, для этих углов. 2, 3, 4, 5, 6. А числа это на вот шести, да? Угу. Шестиугольник. Да. Может быть, его и не существует, надо просто узнать. Мы знаем, что если у меня есть шестиугольник, то A-D равен B-E. Ну, забьем на пары. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разбили. Ну, получается вот такой вот шестиугольник. А, и можем просто нарисовать? Ну, да. Ну, ты его, пожалуйста, из равных треугольничков сделай, после этого выйди и нарисуй. Пойми, как он складывается из равносторонних треугольников. Хорошо? А для этого самое простое. Пойми, как он получается, отрезанием каких углов он получается из правильного треугольника с такой стороны. А, ну, да. 11. Какая там сторона? 11. Сколько? Ну, 11. 11? Ой. Коля, Коля. Нет, я помню, как вы рассказывали, что к вам пришел ученик и сказал, как вы, ну, помните, гигантскую доску вы организовали? Да, мне нужно 11 на 11. Спасибо. Это всего 121 треугольник. Это всего лишь нарисовать 11 на 11 доску. Ага. Да. Я надеюсь, что вы успевно ориентировали лучше, чем я здесь. В общем, вот вам треугольник размером 11 на 11. И что теперь? Вот эти вот уголки, ты просто сотри, раздели эти вот эти мелкие, а ставь при этом внешний контур, хорошо? Три. Дальше, следующий ответ какой будет? Да, да, следующий какой будет? Пять. Пять. Платой пять. Да. Следующий. Мальчик или сеть? Два конки за тарь, может быть. Два конки за тарь. Понимаешь, что ты сбился? Пойми, какой будет шестиугольник, и после этого выходи правильно. Нет, может быть, это просто неправильное число. Ты мне назвал число 11, я нарисовал. Да. Замечательно, разберись, какой там будет шестиугольник. Пока получается полная ерунда. У нас есть задача. Придумать шестиугольник с длинными сторон 1, 2, 3, 4, 5, 6, не обязательно в таком порядке. Коля утверждает, что он решил задачу. Нет. После этого, ну вот, ему нужен треугольник 11 на 11. Я нарисовал ему треугольник 11 на 11, после чего он говорит, что да нет, что-то другое нужно было. Длины проставь, пожалуйста. Не нужно все вырисовывать. Коля, время не тратит. Проставь четкой длины. Может быть, я ошибся с числом 11, да. Настяка жанра, это то очень колечный. Коля сейчас вспоминал. В свое время ко мне приходит, как сейчас, по-моему, Миша Манов, и говорит, что вот, после меня отвечает резондач, я все расскажу, только, пожалуйста, нарисуйте на доске прямоугольник размером 30 на 40. Я говорю, Миша, неужели правда нужен 30 на 40? Это же много. Да, писатель, вот у меня такая красивая картинка. Ну, хорошо. Рисую я его прямоугольник 30 на 40, исчертил. Миша подумал, подумал секунду. Ой, извините. А мне на самом деле был нужен размером 3 на 4. Понятно, да? Вот, а я действительно раздеваю, все раздевал. Я надеюсь, что я в добром состоянии. Нет, он самый добрый, он ничего плохого не хотел. Просто чуть-чуть ошибся, никто бы смотрел. 1, 5, 3, 2, 4, 6. А треугольник должен быть какой-то? Рисуй треугольник, расставь там длины сторон. 9. Точно? 9. Стороны шестиугольника один, пять, три, четыре, два, шесть. Так, вот сейчас ты меня не достаешь переречь смотреть? Нет, в этот раз нет. Уширно, постарайся отвести свой шестиугольник. Так, да. Дальше. Да. Ага. Отрезали вот эти вот три треугольника. Ну что, давайте посмотрим. Отлично. Чем вы пользуетесь? Чем вы пользуетесь? Чем вы пользуетесь? Да, да, да. Один, два, три, четыре, четыре, шесть. Правда, субтитры. Дальше. 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 Так, какие должны быть треугольники? Со сторонами один, три и пять. Бывают такие? Как вы считаете? Нет. А почему нет? Дальше. Дальше. Вот смотрите. Здесь у нас были один, три и два. Вот эти один, три и два. И разница была равна треугольникам. Дальше. Подумайте. Секунду про это. Чему была равна длина стороны? Пять плюс один плюс три. Пять проложь отсюда, три и один проложь отсюда. Чему соответствует это будет здесь? Шесть, четыре, нет, почему четыре? Шесть, три и один. Господа, а ведь я не зря не стирал те одиннадцать. Правда, не одиннадцать нужно, а десять. Пожалуйста. Вот я пройду. Вот вам треугольник десять до десять. Будьте добры. В нём как и будь что-нибудь отрезать, представить, и всё получится. Давайте. Кто нарисует шестиугольник, основываясь на том, что два единицы отличаются так же, как четыре от тройки, а шесть от пятёрки? Задача по рисованию. Надо просто понять, посмотреть на предыдущие те картинки, понять, где сколько треугольничек. И когда вы цуете, нельзя рисовать по клеточкам. Сорок пять – это не шестьдесят. Когда вы рисуете равносторонний треугольник, его нельзя рисовать по диагонали, попадая в узлы клеток. Не попадёте вы. Не бывает двухстороннего треугольника, у которого угол сорок пять градусов. Не бывает. Здесь четыре, а там сколько? А тут пять. Отлично, спасибо. Давайте отбираться. То есть, во-первых, давайте я считаю, что это пять за двух соответствующих треугольник. Итак, здесь двухсторонний треугольник со стороны пять. Отлично. Здесь два. Здесь двухсторонний треугольник со стороны три. Пока всё хорошо. И внизу был двухсторонний треугольник со стороны один. Итак, длинных сторон. Шесть, один, четыре, пять, два. Отлично. А здесь длинных сторон один, пять и так далее. Господа, а давайте всё-таки разберёмся. Где же у нас тот самый внутренний маленький треугольник? То есть, здесь он нарисован большой треугольник размером 9 на 1, и нарисован большой треугольник размером 10 на 10. Вопрос. Как получить тот маленький треугольник, о котором решение вам пыталось объяснить? А смотрите. Вот идёшь здесь такой полосой, такой параллелограмм получается, да? Вот получилась такая полоса. Дальше идёшь, скажем, здесь вот у нас есть... Три и четыре. Что три и четыре? Параллелограмм три и четыре. Вот здесь вот такая полоса аж до этого места, да? Да. Хорошо. Вот такой вот замечательный параллелограмм бывает, да. А ещё что бывает? 2,6. Да. А ещё бывает не менее симпатичный вот такой вот параллелограмм размером 2,6. И в центре возникает треугольник какого размера? 3 на 3. А почему 3? Потому что 4 минус 1, 6 минус 3, 5 минус 2 это 3. Отлично. Ободи здесь треугольник по три на 3. Теперь, пожалуйста, зарисуйте это себе. Обязательно нарисуйте это вот ровно такую картинку. У вас цветные карандаши или вам легче, да? Теперь давайте у меня здесь. Давайте здесь смотреть. Ну, скажем, вот такой вот полосу 4, 2, 1 нарисовать я не могу. Так. Давайте дальше. Что я ещё могу? А! Я ещё могу доходить со сторонами 2,5. И вот здесь тоже очень понятно возникает такая полоса. И теперь после того, как я это сделал, что ещё? Есть, пожалуйста, что интересно? А? А ещё, господа, возникает вот такая штука размером 3 на 6. Увидели? Что в центре? Что в центре этой картинки? Какой треугольничек возьми? Один на один. Один на один. А почему он такой несчастный и маленький? Почему он один на один? Потому что 2 минус 1, 4 минус 3 и 6 минус 5 это? Это? Это... Увидели? То же самое себе. Это... Что вы нарисуете? Чтобы это было красиво. Чтобы... Я повторяю. Не пытаетесь вы экономить бумагу и не пытаетесь вы рисовать под 45 градусов. Ничего не получится. Геометрия это в чём-то урок рисования. Ну, такое логическое рисование. Что мы ему будем делать. Не пытаясь под blue sein. С drugiej onc형aver. Сп��를tit33. Чтобы это было немного,